Будем говорить такой детский сад, потому что территорию, которую я хорошо знаю, в общем-то детский сад, в котором холодно было на протяжении ряда лет. Но вообще, если брать, я помню ту школу Глядинскую, которую я заканчивала, и в то время всегда как-то в садике. Либо проект был такой, либо строительство, может быть, не совсем удачное в садике, как-то прохладно было. И, кроме того, как-то территория была неухоженная, очень много средств уже на сегодня вложено, чисто даже в территорию. Мы провели тогда очень большую работу, почта находилась прямо в здании садика, то есть заезжал почтовый автомобиль постоянно, это тоже какая-то угроза, ребенок мог выскочить. Мы все-таки нашли помещение в Глядине, почта переехала, потом, чтобы не было теневых навесов, то есть сделали, установились наряды внутри. Ну и, конечно, стал вопрос о самом садике, система отопления, система водоснабжения, система водоотведения, потому что очень мало и даже посещаемость, многие родители, тепло, это вот как бы комфортность в садике. Участвовали мы в программе, это повышение качества предоставления муниципальных услуг, в частности, да, и нам, то есть не прошли, потом, да, были тоже приложены силы, потому что средства, о чем мы говорим, есть. И когда вот бывает, что высвобождаются средства, и благодаря, да, в то время поддержке тоже, хочу сказать, Сергей Александрович Попов, то есть подключился к этой проблеме, обращений было очень много. И мы вот попали в эту программу, проект был, да, вот как раз на эти работы экспертиза и прошел аукцион, и как бы начали этот ремонт. В ходе еще я работая главой, да, выяснилось, что когда начали скрывать полы для того, чтобы, потому что невозможно сделать садик без теплых полов, чтобы это все. То есть выявились проблемы предыдущего некапитального просто ремонта, что нашли мы там нарушения, ну и вот так получилось, что стали, появились какие-то работы дополнительные. И сегодня я знаю, что ремонт продолжается, Наталья Юрьевна, продолжите, добавите. Да, ремонт продолжается, то есть они бы уже, наверное, подошли к завершению, но все равно мы курируем эти вопросы, есть недоделки, то, что кто-то, значит, не увидел сметок, либо еще там что-то. Ну, в общем, ремонт на сегодняшний день продолжается, он еще не завершен, но у нас в этом году по плану и было сделать систему водоснабжения, водоотведения, и в группах, где не было плитки кафельной, еще укладывается плитка, значит, идет замена теплых полов, а теплые полы у нас идут в двойном компоненте, они идут от электричества и от воды, для того, чтобы в летний промежуток времени они переключаются на электричество, а зиму они идут от горячей воды. То есть там все это по проекту изготавливается. Проблема есть с подрядчиком, подрядчик уже на сегодняшний день не выполнил сроки работы, у него уже выставлена ему претензия, и о несвоевременном выполнении, значит, когда он завершит работу, ему будет выставлена пеня за то, что своевременно не была сдача объекта проведена, и, соответственно, денежные средства будут оплачены только тогда, когда мы примем у него эти работы. А в школах в поселке Степной, вот там же тоже были проблемы с подрядчиком, сегодня все ли он устранил из того, что ему было обозначено? Ну, в школе поселка Степной у нас подрядчиком была организация Крывая и заказчиком был УКС и Министерство образования. То есть мы там контролировать и курировать данный вопрос у нас и стройконтроль осуществлял УКС. То есть мы со своей стороны жаловались, что нам плохо делают то, плохо делают это. Пытались УКСа попросить, чтобы он сделал подрядчику гарантийные письма, то есть мы, не являясь заказчиком, не имеем, к сожалению, на это право. Как знаете, у нас очень много было вопросов, в законодательное собрание обращались, чтобы нас выслушали, потому что делается все не очень в хорошем состоянии. Сейчас сказать не могу, закрыли ли они акт выполненных работ, была ли произойдена оплата подрядчику, потому что денежные средства через наш бюджет никаким образом не проходили. Но вообще проблемы частично, конечно, остаются. И в дальнейшем мы точно так же в работе уже, да, выявляются какие-то недостатки, которые сейчас, потому что эксплуатация школы производится. Мы пишем письма УКСу, просим о том, чтобы нам то устранили, другое устранили. Пытаюсь отрабатывать. Я, наверное, добавлю про Степновскую школу, потому что для меня, наверное, это был самый, вот, в годы работы сложный, тяжелый проект. И потому что, ну, много пришлось с чем столкнуться именно по Степновской школе, которую начали ремонт и реконструкцию еще в 17-м году, да, то есть примерно начинался уже вот капитальный ремонт и реконструкция Крутоярской школы, которая завершилась, да, за три года. Это тоже есть какие-то определенные моменты, недостатки очень много отрабатывали. Но вот то, что касается Степновской школы, мы понимаем, что только за время работы обанкротились два самых крупных подрядчика. Вот так сложилось, да. Потом, считаю, что не совсем удачный был подрядчик Сабакана, который тоже очень много тянул, претензии есть по качеству. То есть школа сложная, очень сложный проект, очень сложный проект, который, наверное, бы, вот если начинать по новой, нельзя было начинать по такому проекту, честно говоря. Потому что сегодня все признают, что, ну, немножко, не совсем уютная школа получилась, огромная, да, потому что проектировалась, например, спортзал сегодня, мы говорим, это огромная. Высота огромная, которая, в общем-то, ну, даже, по сути, больше, чем вот фок-лидер в городе Назарова, да, примерно в таких размерах, а высота, если даже нет, все равно, ну, пусть там два класса могут, три, все равно, когда дети соберутся, это практически, ну, невозможно разделить этот шум, есть проблемы, вот я говорю. И, ну, много таких вещей, которые можно было бы, наверное, уже сейчас разговаривая и с руководителем управления, образованием, с директором школы, что можно было бы немножко. Но это был такой первый опыт, все, много проблем с отоплением и с качеством. И вот Наталья так скромно сказала, если пересчитать, сколько было визитов, наверное, министра строительства, руководителя УКСа и его заместителей, ну, это, наверное, будет исчисляться десятками, даже не одним десятком, а больше, сколько вот за годы моей работы проведено было встречи, совещаний различных, обращений наших. И здесь мы встречались, и в крае мы на разных уровнях, и дважды в законодательном собрании этот вопрос рассматривался. Но я еще бы на один момент обратила, у нас интересное получилось в этом году такое взаимопонимание, то есть как бы во взаимопонимании какое-то недопонимание произошло. И в самой школе как-то вот, я бы еще что отметила по-степному, если вот в Красной Сопке там и технически весь персонал дрожит и любуется своей школой, и родители, и дети, и учителя, они просто радуют этому всему, то я буду откровенно говорить, как-то в Степновской школе с этим не встретились. Когда вот даже, наверное, уже вот практически в окончании моей деятельности в качестве главы мы приехали, ну, нет такого вот желания, я не увидела. Глаза не горят. Глаза не горят. Глаза, что идет какой-то в адрес детей, либо родителей вот это вот недовольство. Нет, ни в коем случае. И все-таки обращались и предлагали им свое даже участие, все вместе принять участие в субботнике. И вот эти, говорю, мы с Данем все выйдем, и я могу тоже принять участие в субботнике, я не вижу в этом ничего такого зазорного. Но давайте вместе мы родители, учителя, ну, возьмем и хотя бы приведем, ну, отмоем, потому что встретились столько лет. Но до конца этого понимания нет, и как-то мне кажется, вот, как вы говорите, глаза там не горят, чтобы вот сделать уютным уголком каким-то.